Вопросы задавать. А когда ребёнок ещё очень маленький, вот мы читаем им простейшие сказки, мы читаем им наизусть или это должно быть плоскостное изображение, яркая книжка? Хорошо, когда вы помните, я говорила, что очень хорошо все задействовать каналы. Визуальный канал обязательно, восприятие картинки. И вообще, в принципе, воображение надо развивать вот через картинку. Если ребёнка посадить просто перед телевизором, он смотрит, там всё время готовая картинка, а здесь посмотрите, как хорошо. Он будет увлечён, но развиваться он... Он увлечён, развитие тоже идёт. Вот не могу сказать, что телевизор, мультфильмы или компьютер совсем не развивают. Развивают, но очень однобоко. Получается, когда мы читаем книгу, естественно, мы комментируем, мы добавляем голоса, мы добавляем интонации, очень много невербальных средств. Потом близость мамы, её теплота, её любовь. А если смотреть мультфильмы вместе, обсуждать? Вместе, сказали, Екатерина, обсуждать. Смотреть мультфильмы вместе, обсуждать и учить тому же. Тогда будет использование, анализировать, находить хороших героев, находить не очень хороших героев, оправдывать плохих героев, тоже хороший вариант. То есть обязательно сопровождать. А не просто тупо и бессмысленно смотреть один и тот же мультфильм на протяжении месяца. Здесь мало развития. То есть получается, мы приходим к выводу, что без взрослого ребёнку развиваться-то не очень комфортно, удобно. Он будет медленнее развиваться или совсем не будет? Нет, развиваться будет. Психологические новообразования будут идти. Будут, конечно. Но медленные, не на том уровне, на котором могли бы. Мы, взрослые, нужны, мы должны помогать. Если попробовать поэтапно вернуться к самому рождению. Я так понимаю, для ощущений тактильных можно, например, дорожку здоровья. Это тоже хорошая. Сейчас очень много, очень много всяких вариантов. Дорожки здоровья, просто, вы знаете, просто сохраняя равновесие, пройти по дорожечке – это тоже развитие. То есть очень простые вещи. Нам, взрослым, кажется, что здесь сложного. Стоять на одной ноге нам кажется так просто. Ребёнку – это непросто. Поэтому мне вот нравится такое направление, как хореография, стричинг для маленьких деток. Именно развитие пространственного мышления – право, лево, ручку вверх. Кажется, что это всё просто. С какого возраста можно хореографировать? Вообще-то, в принципе, ну вот такие элементы, я не могу сказать, что стричинг или хореография с полутора лет, но элементы можно уже вводить. И вот такие вот направления, например, как бэби-клуб, ну не буду говорить о нас, у нас есть это направление. Ну вот карапуз, например, направление – мама, ребёнок и педагог. И там всё, там и массаж, там и аудиальный канал открывают звуки, музыка, как звучат инструменты, там и движение. И уже с полутора лет можно вполне развивать. А какой контакт мамы с ребёнком замечательный? И мама лучше видит своего ребёнка, лучше понимает. И более того, очень часто бывает, что родители даже не знают уровня развития. Им кажется, в полтора года он должен делать то-то, то-то, смотрит там на соседского ребёнка, тот умеет, а мой нет. Нет, сравнивать нельзя, потому что у каждого ребёнка идёт свой психологический темп, своё психологическое наобразование. Вот сейчас у него не получается, а через неделю он рванёт так, что будет впереди всех. Поэтому самое главное – это, конечно, принятие, любовь и вера, что мой будет самый замечательный, самый лучший. А в каких случаях обязательно нужно обращаться к специалистам? Вообще мама может самостоятельно, без обращения к педагогам, воспитателям? Вы понимаете, что я сейчас скажу, к специалистам надо обращаться всегда. Но это то же самое, что со здоровьем. Хорошо, когда сопровождает специалист. Хороший специалист, он всегда пригодится, он даёт полезную информацию, всегда улучшает процессы. Но если нет необходимости, ну, например, нашу передачу смотрят в районах, но нет специалистов, нет психологов, сейчас огромнейшее количество литературы. Сейчас есть интернет, сейчас можно любую информацию взять. Наше время отличается тем, что информация настолько доступна, было бы желание. А не получится ли, что вычитывают какой-нибудь вредный совет? Или любое описанное упражнение в книжке так или иначе поможет ребёнку? Обязательно должен быть здравый смысл мамы. Мама лучше всего знает своего ребёнка. Хорошо бы на себе попробовать всё, да, потом внедрять. И следующий момент, конечно, надо, в общем-то, читать таких известных авторов, признанных уже авторов. Вообще, в принципе, и по телевизору сейчас очень много передач специальных. Вот я знаю специальный теле «Няня» есть, например, такой канал. И там очень много интересных передач для детей, для родителей. Поэтому если смотреть специализированные каналы, конечно, плохого не посоветуют. Там очень много интересной информации. Поэтому самое главное, чтобы родители хотели развивать своих детей. Вообще, я всегда говорю, вклад сейчас – это вклад в будущее. Потому что посмотрите, как тяжело детям сейчас поступать, какая конкуренция, сколько сил надо. Если мы с рождения начинаем ребёнка развивать, мы закладываем успех в будущем. Это очень важный момент. Мы вскользь успели пробежаться, ну, где-то до трёх лет. А дальше что можно? Ребёнок уже очень много умеет. Очень много. Три года вообще удивительный возраст. Это формируется самостоятельность. Вот здесь очень важный момент. Родители сейчас, у кого детки три года или вспоминают, этот момент запомнили на всю жизнь. Я сам. Мама опаздывает на работу. Он зашнуровывает свои ботинки. Не разрешает ей подходить, говорить «я сам». И надо ему позволить. Почему? Потому что вот здесь уже формируется понятие самостоятельности и ответственности. Можно сломать его. Конечно. Если его постоянно не надо, я тебе помогу, я сделаю. Естественно, удобнее, когда мама. Пропадает желание. А потом мы удивляемся, почему он у меня такой несамостоятельный. Хотя очень сложный возраст. Там много нет. Не хочу. Всё сделать по-своему. Но ни в коем случае нельзя ломать. Отвлекать, заинтересовывать, превращать всё в игру. И, в общем-то, вот здесь уместно сказать. Мы формируем традиционно в школах везде вертикальное мышление, логика. Вообще вот эти мыслительные процессы, синтез, анализ, подведение к какому-то определённому выводу. Строим осмысление на определённых устоявшихся моделях. А очень интересный тип, латеральный тип мышления. Ну, творческий, назовём так. Скажем, латеральный – это новая идея. Это нестандартный взгляд. И вот очень важно, чтобы родители это формировали в детях. Потому что это уже современный подход. Информацию, как я сказала, взять легко. Знания получить несложно. Тебе надо узнать – зашёл в интернет, взял – получил. А вот что с этими знаниями делать? На какой уровень можно выйти? Что можно, как их можно синтегрировать и что-то новое получить? Это совсем другой уровень. А он нужен и в бизнесе, и в науке, и просто в жизни. И получается вот такой нестандартный подход, оригинальный подход. Плюсы, минусы – интересно. Какой плюс в этом, какой минус, а что бы было интересно? Вот так учить ребёнка мыслить. Поэтому в три года очень интересно вот такую вот игру устраивать с ребёнком. И, естественно, когда мы его переключаем, предлагаем им какой-то интересный вариант, он идёт за родителями, ему интересно, он увлекается, и уже сопротивления нет. Но вообще, в принципе, каждую индивидуальную ситуацию надо рассматривать индивидуально. И здесь родителям надо научиться быть терпимыми, мудрыми, не заласкать ребёнка, не потакать, не всё позволять, но в то же время вести к чему-то, к какому-то результату и давать ему возможность посмотреть на ситуацию с иной точки зрения. Это всё развивает. В общем, получается, развитие каждый момент нашего общения с ребёнком. Ну-то родителям надо учиться, надо какие-то курсы организовывать. И учить родителей, как им потом учить своих детей, и как проявлять терпение, потому что, ну, очень много сил уходит на воспитание детей. И вот не всегда получается. Знаете, на сегодняшний день у нас такая проблема существует, что надо, чтобы очень много сил уходило, а мы силы направляем на то, что мы зарабатываем деньги. Вот эти вот все бытовые какие-то проблемы, их очень много. И получается, что мы детям недодаем, однозначно. А потом недополучаем от них. От них недополучаем, удивляемся. И здесь очень важный момент. Не сколько по времени мы со своими детьми, а насколько качественно мы общаемся со своими детьми. Вот каждый момент общения должен быть качественным. Если родители играют с ребёнком, при этом думают о работе, он ни здесь, ни с ним, то это некачественно, ему ничего не даст, эффекта не будет. Если он 10 минут играет, но так увлечённо, полностью душой принадлежит этой игре, это обязательно будет какой-то эффект и очень позитивный выход из этой ситуации. Совсем мало до конца эфира. Буквально 10 секунд ваше поздравление нашим телезрителям, пожеланиям родителям. Я поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю радости родителям. Желаю, чтобы ваши дети каждый момент вас удивляли и приносили восторг. Вообще любите своих детей, любите себя и весь мир. Это приносит счастье. Спасибо вам большое. Всего доброго. Также вас с наступающим Новым годом. Спасибо, Екатерина. До свидания. Нашим телезрителям я напомню, что сегодня психолог Анжелика Горбунова напомнила, что в наших детях заложены таланты от природы. Надо только больше уделять им внимание. Следующий случай из практики завтра, сразу после рабочего полдня. В прямом эфире мамолог Андрей Маргунов. Тема эфира – рак груди. Как избежать такого страшного заболевания. Электронный адрес нашей программы – случайсобака.ртк.ру. И телефон редакции 21 45 56. Звоните по будням с 2 до 5. И берегите себя. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова